Аркадий Аверченко, граждане Матушка, матушка, пожалей своего бедного сына! Гоголь Часть первая Хозяин дома Хохряков сидел, склонив голову на бок, и слушал. «Нет, это что?» — говорил один из гостей. «А вы помните студента Ивкова, которого в прошлом году арестовали?» «Оказывается, этажом ошиблись. Правда, через три дня выпустили». «Что у вас, Ивков?» «Мою знакомую барышню Матусевич в Харькове выслали из города за то, что она не знала галантерейного приказчика Файнберга». «Как так?» — лениво спросил один из гостей. «Очень просто. Изловили за какие-то книжки Файнберга, а потом спросили вскользь. Не знаете куристки Матусевич?» «Не помню. Впрочем, фамилия знакомая». «Тогда вызывают Матусевич. Не знаете ли приказчика Файнберга?» «Не помню. Впрочем, фамилия незнакомая». «Ага! Явное противоречие! Он говорит знакомая, а она говорит незнакомая». «Ну?» «Вот вам и ну!» «Это что?» — сказал тот гость, который уже рассказывал о Бывкове. «В Севастополе одному книгопродавцу грозили каторжные работы за то, что у какого-то человека при обыске нашли записочку. Явка книгопродавцу такому-то — получишь пятьсот рублей. Пароль Александр». «А тот ни сном, ни духом. На силу адвокат отстоял». «Страшно!» — сказал Хохряков. Все удивленно оглянулись на него. «Чего вам страшно?» «Ничего. Пойдем, господа, ужинать». Гости поужинали и, рассказав еще пару другую забавных случаев, разошлись. Хохряков остался один. Подойдя к письменному столу в кабинете, он увидел прислоненное к свече письмо с заграничным штемпелем и с адресом, написанным рукой его друга Плесовицкого. Распечатал, прочел. «Дружище Хохряков, я в Швейцарии, классической, как говорится, стране свободы». «Ах, свобода, свобода!» «Помнишь, как мы ходили с тобой в девятьсот пятом году, начиненные трескучими прокламациями, как колбасы? Ты тогда еще толковал об активной работе и на две ночи дал приют какому-то заблудшему эстеку. А я пожертвовал на организацию милиции одиннадцать рублей. Смех, как вспомнишь. Воздух здесь чудесный. И гор...» Губы Хохрякову побелели. Он скомкал письмо, бросил его в корзину и прошептал, дрожа всем телом. «Он сумасшедший!» Направился к себе в спальню, но сейчас же вернулся. Отыскал в корзине скомканное письмо из Швейцарии, порвал его на мелкие кусочки, перемешал их, после чего, потоптавшись по кабинету, отправился спать. Спал он беспокойно, забылся к утру, но и утром помешали. Из шкафа вылез неизвестный старик с белой бородой, побряцал какими-то штуками, надетыми на руки, покачал головой и сказав Хохрякову внушительно, «Кусочки, бывает, и склеивают!» Снова уполз в шкаф, постоянное, как решил Хохряков, его место пребывания. Было восемь часов утра. Хохряков вскрикнул, спрыгнул с кровати, побежал в кабинет и заглянул в корзину. Она была пуста. «Совершилось!» — подумал Хохряков и скрипнул зубами. Часть вторая Слуга Викентий, суетясь по кабинету, стирал пыль с мебели, а Хохряков смотрел на него из спальни в замочную скважину и думал. «Большое самообладание, отметим, издалека к тебе не подойдешь. Нужно или следить за тобой, или огорошить сразу. Поборемся, поборемся!» Странно. Ужаса, страха перед будущим пока не ощущалось. Даже какая-то бодрость и предприимчивость вливалась в усталая дума тревог мозг. Хохряков распахнул внезапно дверь и, стараясь, чтобы голос не задрожал, спросил. «Как погода?» «Солнечно!» — отвечал, повернувшись Викентий. «Солнечно?» — мысленно прищурился Хохряков. «А письмо где? А швейцарские кусочки куда дел?» Вслух спросил. «Скоро кончишь уборку?» «Сейчас!» «А из корзины выбросил мусор?» «Выбросил!» «Ох!» — подумал нервничая Хохряков. «Ты, милый мой, опаснее, чем я думал. Ишь ты, ишь ты! Ни один мускул не задрожал!» «А это... это что? Губы?» «Губы-то и поджал!» «Губы и поджал!» «Но губах и попался!» «Ага! А ведь пустяк!» Хохряков прошелся по кабинету и, равнодушно смотря в окно, тихо уронил. «Кусочки все были?» «Как-с?» «Небось, с подбором повозился!» «Чего-с?» Хохряков нагнулся к нему и взял за плечо. «А там-то там! Хорошо поблагодарили! Есть на молочишко!» «Знаем-с! Не проведешь!» Викентий странно посмотрел на него и, отвернувшись к креслу, спросил. «Чаю сюда подать прикажете?» «Сюда!» Напряженно засмеялся Хохряков. «А к чаю дай мне швейцарского шоколада!» «Даш, милый?» «Слушаюсь!» Сказал Викентий и выбежал из кабинета. Когда Хохряков остался один, силы его покинули. Он опустился в кресло и, стирая пот с олба, прошептал. «Хорошо владеете собой, Викентий Ильич. Прекрасное самообладание. Это и понятно. Барина своего с нервами не продашь. Ну да мы-то поборемся!»